МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Вот какие перемены стоят у нас в топе лидеры. Первое – это дороги. Второе – это благоустройство. Губернатор Московской области выступил с ежегодным обращением. Срывов сроков нет. Строится все с опережением графика. Поэтому у нас нет никаких опасений. В ЖК Люберецкий появится новый детский сад. Сегодня за окном пасмурно, поэтому каждый участник нашего мастер-класса уйдет со своим собственным солнышком и со своей яркой банданой. Во дворце спорта «Триумф» состоялся первый международный фестиваль творчества детей-инвалидов. Заниматься физкультурой на свежем воздухе – это очень полезно и круто. В Кореневе построили открытый стадион. А теперь подробнее об этих и других новостях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением. Он отчитался о работе регионального правительства и обозначил основные задачи по развитию Подмосковья. Какие перемены ждут жители одного из самых крупных регионов страны, расскажет Луиза Егия-Зарян. Экономика, здравоохранение, образование, транспорт и дороги – это лишь малая часть тем, которые затронул в своем выступлении Андрей Воробьев. В каждой сфере жителей Подмосковья ждут положительные изменения. Перед тем, как приступить к отчету, глава региона подвел итоги опроса. Какие перемены люди уже заметили в своем городе и на что властям стоит обратить внимание. В опросе приняли участие 169 тысяч человек. Вот какие перемены стоят у нас в топе лидеры. Первое – это дороги. Второе – это благоустройство. И очень важно, что также отмечают изменения к лучшему в медицине и общественном транспорте. Меньше признаем это в ЖКХ. Глав традиционно я прошу включиться, изучив информацию по каждой территории и взять ее в работу. Это добрая традиция, когда в каждой территории глава муниципалитета, соответственно, выступает перед жителями, уже детализировано рассказывает о том, что именно будет меняться в той или иной территории. В городском округе Люберцы динамично развивается дорожная отрасль. В муниципалитете реализуются сразу два масштабных проекта – реконструкция Октябрьского проспекта и трассы М5 «Урал». В приоритете – ремонт дорог и строительство новых объектов. Большая работа проводится по модернизации коммунального комплекса и развитию социальной сферы. Это очень большой блок. В Люберцах строится огромное количество новых мест для детей в дошкольных учреждениях и в школах. И мы открывать будем и в этом году новые школы, в следующем году и закладываем строительство уже на 2024-2025 годы. Также ведется активное строительство в блоке здравоохранения – это поликлиники, новые медицинские учреждения закладываются. Андрей Юрьевич этому вопросам здравоохранения уделил больше всего времени. Поэтому, если мы приступим к Люберцам, то понятно, что я могу точно сказать, что за последние, ну точно ли 10, с точки зрения вложения, финансирования в здравоохранение, мы находимся в первых строчках в Московской области. Мы уходим в тройку. Особое внимание губернатор Московской области уделил вопросам поддержки семьи участников СВО. Он подчеркнул, что в регионе делают все возможное, чтобы военнослужащие их близкие чувствовали себя комфортно. Губернатор дал понять, что семьи участников СВО не останутся без поддержки. По решению нашего президента начинает работать государственный фонд поддержки воинов Отечества, в том числе, членов их семей. С 1 июля в Подмосковье проиндексируют зарплаты медиков, соцработников и работников культуры. Изменения коснутся 110 тысяч человек. Уровень их доходов увеличится от 5 до 12 тысяч рублей. А руководители, преподаватели и мастера 10 лучших колледжей региона получат губернаторские доплаты от 5 до 53 тысяч рублей. На эти выплаты могут рассчитывать и педагоги детских школ искусств. Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна сильнее. Вместе мы сила. Спасибо. В Люберцах состоялось заседание местного политического совета «Единой России». Для депутатов партийной фракции утвердили даты отчетов перед избирателями в 2023 году. На встрече также оценили реализацию партийных проектов на территории городского округа. Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. В Совете депутатов городского округа Люберцы 29 членов партии «Единая Россия». С 20 июня по 20 июля народные избранники подведут итоги своей работы в округах и ознакомят с ними жителей. Встречи с населением будут проходить во дворах и на территориях производственных предприятий. Депутаты, Советы депутатов должны привести не менее 15 отчетных мероприятий перед муниципальными учреждениями, перед жителями. Есть определенные критерии приведения отчетных депутатов. Это прежде всего брендирование мероприятий и партийные символики, наличие и демонстрация презентации, подготовка аудиовизуальных материалов, роликов. В Люберцах реализуются 28 партийных проектов. За каждым из направлений федерального, регионального и местного значений закреплены кураторы. Было решено распределить ответственность и между членами фракции. Что касается именно федеральных проектов, у нас их таких основных на сегодняшний день 18, и мы предлагаем их закрепить. Где есть куратор партийного проекта, где есть закрепленный депутат за данным проектом. И, конечно же, должен быть, мы с Владимиром Михайловичем тоже посоветуемся, профильный заместитель. На встрече также обсудили работу местного совета сторонников «Единой России». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество увеличилось более чем на 500 человек. На сегодняшний день партия насчитывает более 2,5 тысяч сторонников. Богдан Колесников, Луиза Егезарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На весенней улице в жилом комплексе Люберецкий в начале учебного года распахнёт двери детский сад. Здание полностью построено, рабочие приступили к внутренней отделке помещений. Подробнее расскажем в сюжете. Дошкольные образовательные учреждения начали возводить весной прошлого года. Строительство здания полностью завершено. Рабочие прокладывают внутренние инженерные сети, а штукатуривают стены, монтируют тёплый пол. Прилегающая к детскому саду территория будет благоустроена. Здесь проезды в брусчатке и теневые навесы. Кустарники, довольно-таки богатое озеленение, красивое, современное. Фасад здания оформлен в одном стиле с лингвистической школой, которая находится по соседству. В саду предусмотрено 16 групп, медицинский кабинет, пищеблок, спортивный зал, просторные фойе и рекреации для отдыха и подвижных игр. В середине июля застройщик уже начнёт передавать этот объект для того, чтобы наше образование, педагоги принимали его, выходили на лицензирование. Срывов сроков нет, строится всё с опережением графика, поэтому у нас нет никаких опасений. 1 сентября детский сад, рассчитанный на 350 мест, примет первых малышей. В Люберцах проходит реализация программы «Мой подъезд». Губернаторский проект стартовал в 2017 году. С тех пор в МКД городского округа отремонтировано около 4 тысяч входных групп. Наша съёмочная группа побывала в доме, где реставрация подъездов пока в процессе. Дом на Власова-5 построен более 60 лет назад. Жители пятиэтажки жаловались на состояние подъездов. Со стен отходила штукатурка, а плитка требовала замены. Чтобы МКД попал в региональную программу, они обратились в управляющую компанию ЛГЖТ. Просьбу услышали. Со временем они просто поставили в очередь, и уже пришло время, и мы очень этому обрадовались. Мы выбирали цвет стен, мы выбирали цвет плитки. Нам понравилось именно это. Меньше чем за неделю рабочие покрасили стены и потолки во всех трёх подъездах. Заменили светильники и подоконники, отремонтировали поручни и ограждения. Сейчас приступили к укладке напольной плитки. Осталось установить новые почтовые ящики, тамбурные двери, информационные стенды. Через буквально 2-3 недели этот дом будет сдан. Ремонт идёт по тем требованиям, которые сами жители просят после ремонта внести в данном конкретном подъезде. Поэтому задача подрядчикам установлена общаться с жителями, вносить те изменения, которые просят, и, конечно же, закончить работы все в срок. До 1 сентября этого года в городском округе Люберца отремонтируют 172 подъезда в 55 МКД. На сегодняшний день в работе находится 28 объектов. В 79 подъездах ремонт уже завершён. Луиза Игия, Зарян Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжается благоустройство территорий, прилегающих к железнодорожным станциям, через которые пройдёт 3-й московский центральный диаметр. МЦД свяжет Ленинградское и Казанское направления. Какие работы будут выполнены у станции Люберцы-1, узнали мои коллеги. К подготовительным работам приступили в середине апреля. Вдоль железнодорожной станции отремонтируют три участка. В ходе благоустройства создадут комфортные места для отдыха и прогулочной зоны. Заменят опоры освещения, высадят кустарники, установят скамейки и камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный регион». Здесь уже завершены работы по демонтажу существующего покрытия. Идут работы по устройству нового основания под плиточное покрытие, под тротуары и под парковки. Напротив Брестских торговых рядов там будет обустройство тротуаров из плитки, освещение, озеленение. Продолжается благоустройство сквера и в конце Волковской улицы. Тротуары уже заасфальтированы. В ближайшее время создадут парковку и засеют газон. Работы ведутся с учетом пожелания жителей. Все дорожки, которые здесь предусмотрены, они, по сути, повторяют все народные тропы, которые здесь были до этого. И, конечно же, очень хочется, чтобы эта зона была зеленая, благоустроенная, с дополнительными деревьями. Также мы предусмотрели, и здесь появятся дополнительные парковочные места для наших жителей, которые страдают, понятно, вблизи станции от их нехватки. Работы выполняются с опережением графика. Уже к середине июля сквер предстанет в новом виде. В округе прошел экологический фестиваль Московской области. Праздник, который собрал более полутысячи жителей региона, провели на берегу Кореневского карьера. Для участников организовали тематические мастер-классы и спортивные соревнования. Тему продолжит наш корреспондент. Экологический фестиваль проводят в регионе третий раз. Традиционно он приурочен ко дню эколога, который отмечается 5 июня. Тут организовали соревнования по пляжному футболу, самбо, вейкборду, пляжному волейболу, баскетболу, гребле на байдарках. В прекрасную погоду всегда очень радостно принять участие в таком прекрасном фестивале. Особенно, если оно связано как-то с экологией, как-то улучшит наше, так сказать, благосостояние, благоустройство, чтобы нам дышалось лучше. Ну и прекрасную погоду также радует то, что мы можем здесь собраться и показать разные активности. Это и футбол, и самбо, и пляжный волейбол. Тема фестиваля – чистая вода и спорт. Главная идея – объединить активные занятия на свежем воздухе с экологическим просвещением. Конечно, мы пришли с хорошим настроением. Мы желаем всем здоровья крепкого, тепла, любви, солнечного лета и хороших каникул нашим всем детям. Веселья, эмоции, много достучных эмоций, хорошего позитивного настроения, ярких эмоций. Поприветствовать участников фестиваля на Кореневский карьер приехали руководители Росприроднадзора Светлана Родионова и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Очень приятно, что в него увлекается огромное количество детей, школьников. Очень важно, что мы все неравнодушны. Я очень надеюсь, что наша под Москвой, благодаря нашим детям, вам будет с каждым годом все более зеленым, более чистым. Без вас мы не справимся. Никто не сможет сделать мир чище и лучше, чем вы сами, вам в нем жить. А сейчас мы, наверное, исполним желание. Наряду с конкурсом «Экология. Дело каждого» в этом году провели еще один «Шар желаний». Делали макеты земного шара из подручных материалов и отправляли на конкурс вместе со своими желаниями. Моя мечта – это детская площадка. Я ее сделал из пластиковых бутылок и крышек. Мне желательно иметь свою теплицу. Хочу там выращивать арбузы и... Организовали дискуссии на экологические темы и профильные мастер-классы. Основная тема семинара – роль экологии в современном мире. Я очень надеюсь, что в каждом нашем городе, в нашем большом Подмосковье, с каждым годом будет чище. Когда это возможно? Первое. Когда, конечно, работают все службы, это безусловно. Но, согласитесь, не менее важно, наверное, самое главное, когда каждый из нас перестанет бросать, мусорить или делать что-то непотребное в части чистоты. И вот это уравнение, если мы решим, тогда будет и наша Подмосковья, и наша страна самая чистая. Все интеграции, игровые моменты здесь сделаны, в том числе с учетом, как правильно относиться к природе, как правильно разделять пластик, сколько пластик разлагается. Вот в шатрах вы, наверное, уже видели, да, разные интеграции и разные мероприятия, которые показывают, как надо и важно, бережно относиться к природе. Самое главное – начинать с себя. Если культура пойдет с детей, то и, соответственно, взрослые быстрее потянутся. В завершении фестиваля в Кореневский карьер опустили буй. Он позволит контролировать качество воды по 50 показателям. В режиме реального времени автономная станция будет передавать результаты специалистам-экологам. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел первый международный фестиваль творчества детей-инвалидов в будущие без границ. На праздник во Дворец спорта «Триумф» приехали более 2000 человек из четырех стран и семи регионов России. Подробнее расскажет Богдан Колесников. В программе фестиваля более 30 мастер-классов. Изготовление декоративных заколок, подделки из бумаги и пластилина, рисование. Каждый нашел развлечение по душе. Люберецкая центральная библиотека имени Есенина тоже подготовила творческие задания. Сегодня за окном пасмурно, поэтому каждый участник нашего мастер-класса уйдет со своим собственным солнышком и со своей яркой банданой. Подмосковные предприятия народных художественных промыслов, Жостовская фабрика декоративной росписи, Кжельский фарфоровый завод и Федоскинская фабрика миниатюрной живописи познакомили ребят с историей ремесел и рассказали об особенностях техники свободной росписи. Сегодня такое мероприятие, когда все его долго ждали, все встречаются, вы видите кругом улыбки, обнимашки, все рады друг друга видеть. И для наших детей особенно, которые часто лишены этой возможности, лишены возможности общения, приехать на такое большое событие. Среди почетных гостей праздника архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, министр социального развития Людмила Болотаева, министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Китыван Швелидзе. Вы большие-большие молодцы. Спасибо вам за ваши рисунки, за ваши танцы, за ваши стихи. Это просто невероятное свет, добро, все, что исходит от ваших конкурсных работ. И поздравляю победителей. Друзья, молодцы. Ребят, спасибо вам большое. Дети – это наше все. Это наша радость, это наша гордость, это наши заботы. И я хочу пожелать нам с вами, дорогие родители, быть счастливыми родителями. Здоровья, счастья, благополучия. Всего самого-самого вам хорошего. С праздником вас! Фестиваль «В будущее без границ» впервые провели в 2016 году по инициативе общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья». С каждым разом праздник становится все масштабнее. Нам очень нравится, очень много мастер-классов, ребенок всегда доволен. Ну а также мы участвовали в конкурсе «Мир без границ», где рассказывали стихотворения. И вообще дети очень талантливые, дети замечательные. Это возможность познакомиться, выразить себя, показать себя, что мы можем наравне со всеми детьми занимать и призовые места, и принимать участие. Я очень готова выступить ради мамы, бабушки и всех-всех-всех. Я ради всех знакомых готова выступить. Я самая смелая девушка. Проект «Будущее без границ» входит в топ-100 лучших практик фонда президентских грантов. Он неоднократно становился лауреатом премии губернатора Московской области. За время существования фестиваля его посетили более 20 тысяч человек. Сегодня на празднике почти 2000 детей. Фестиваль объединил 26 муниципальных образований Московской области. Приехали на праздник и гости Санкт-Петербурга, Курска, Вологды, Ростова и других городов. Каждый коллектив подготовил свои творческие номера. Мы приехали из Чероповча, 20 человек, будем петь хором песен «Соль ночный круг». Первый международный фестиваль творчества детей-инвалидов сплотил ребят из России, Абхазии, Республики Беларусь, Казахстана и Армении. Теперь юные таланты встретятся на галоконцерте уже в следующем году. Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мало, Пусть всегда буду я. Богдан Колесников, Денис Зугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Социальный работник не просто работа, а призвание. Представители этой профессии помогают людям, попавшим в самую сложную жизненную ситуацию и оказывают им самую разнообразную помощь. 8 июня, в День социального работника, наша съемочная группа побывала в Люберецком семейном центре помощи семье и детям. Светлана Борисова работает в Люберецком социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних больше 8 лет. По словам психолога, каждому ребенку нужно найти индивидуальный подход и завоевать его доверие. Не менее важна и работа со взрослыми. Для них двери семейного центра всегда открыты. Родители, которые неблагополучные по поведению в своем жизни, они являются той зоной, которая для ребенка ресурс. И здесь огромный упор на то, чтобы родитель восстановился, начал жить правильной жизнью. А дети, они очень солнечные, отзывчивые, с ними легче всего. Родители – это такая как бы тоже тема, что если ты нашел доверие, человек услышит, а если нет, то там и бесполезная работа. То есть восстановление доверия является первостепенным. Под опекой центра находится 21 ребенок. Большая часть из них сейчас отдыхает в оздоровительном лагере Краснодарского края и детских санаториях в Малаховке и Балашихе. Но работа центра не останавливается ни на минуту. С профессиональным праздником сотрудников социальной службы поздравили депутаты. Спразднуем дня социального работника. Специальный социальный депутат Валерий Петрович Ружин. Спасибо. Люберецкий социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних – один из крупнейших в Подмосковье. В учреждении, которое обслуживает население городских округов Люберца, Дзержинские котельники и Латкарина, работают 86 специалистов. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Они вносят значительный вклад в раскрытие преступлений и пресечения административных правонарушений, находятся ближе всего к людям и оказывают им помощь в самых разных ситуациях. В этом году службе участковых уполномоченных полиции исполняется 100 лет со дня образования в системе МВД России. Наш сюжет об одном из представителей этой нелегкой профессии. Здоровье-то хорошо все, бабуль? Здоровье? Ну как здоровье? Вот это. Это ничего страшного. Только этим слышу. Ну ничего страшного. Глаза вот это, которые бы вас увидеть красиво. Это уже второй визит участкового уполномоченного полиции Сергея Родионова к ветерану Великой Отечественной войны Раисе Блиновой. Недавно сотрудник МВД помог разрешить конфликт между соседями. Поводом для ссоры стала покраска забора. Племянник начал красить гараж. Она его попросила. Стал он гараж красить, а сосед, что ты красишь, ты не так красишь. И это, давай матом, матом. Валерий слушал, слушал и решил вызвать милицию, потому что невозможно было. Ну вот мы вызвали и приехал, пожалуйста, Сергей Александрович записал, что случилось, все это урегулировал. И потом соседка пришла просить извинения. С подобными ситуациями Сергей Родионов встречается часто. В зоне его обслуживания частный сектор в деревне Жилино, поселках Егорово и Чкалово. В полиции молодой участковый работает с 2019 года. В Тамбилинском отделе с января этого года. До этого работал в Малаховском отделе полиции и в Люберцах в ВВС. Помогать гражданам нравится. Приятно, когда видишь результат своей помощи, когда людям помог. Работа сложная, но интересная и, безусловно, нужная. Сергей пока в начале своего карьерного пути, но он уверен, что выбрал верную дорогу. Служить Родине, помогать людям и слышать каждого. Луиса Эгия, Зарян Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В этом году исполнилось 95 лет со дня рождения Михаила Митрофанова. Почему его имя присвоили одной из улиц на северной стороне города, а у входа в Наташинский парк установили бюст на гранитном постаменте, расскажет Богдан Колесников. Михаил Николаевич Митрофанов – водитель из Люберец, который ценой собственной жизни предотвратил гибель пассажиров рейсового автобуса. О подвиге своего земляка люберчане знают. Была авария автобусная, он спасал пассажиров, вот примерно так. Это человек, который пожертвовал своей жизнью и спас людей, которые находились в автобусе, у которого отказали тормоза. Он лёг под автобус и защитил всех людей. И он, ну не знаю, по-моему, то ли он взял, чтобы подложить под колеса, и погиб. Да. Вот дети знают. Ну, бывают же люди, теперь таких нет. Михаил Митрофанов спас жизни 72 пассажиров. Трагедия произошла в декабре 1965 года на Старом мосту, который соединял северную и южную части города. Приказом Президиума Верховного Совета СССР Люберчанин награждён орденом Ленина посмертно. Через месяц после случившегося улицы Красногорской, которая ведёт к Наташинским прудам, присвоили имя героя. А у центрального входа в парк установили памятник, выполненный скульптором Алексеем Портянко. К 95-летию со дня рождения Митрофанова Люберецким депутатам удалось разыскать могилу героя, которая многие годы находилась в запущенном состоянии. В первую очередь это большое спасибо работникам кладбища, которые системно занимаются анализом тех могил, которые брошены, по каким-то тем или иным причинам не приходят родственники. Поставили табличку памятную, которая рассказывает историю этого подвига. Я думаю, что на кладбище появятся указатели, которые будут к тем могилам делать направление, чтобы наши люберчане могли прийти и почтить память, навестить могилу наших героев. На старом Люберецком кладбище захоронено более 50 тысяч человек. Здесь нашли свой последний покой герои Советского Союза Леонид Агеев, Иван Скорый, Фёдор Антонов, Георгий Павлов. Упокоились легендарный директор завода сельскохозяйственного машиностроения имени Ухтомского, герой социалистического труда Спиридон Попов, передовик производства Анастасия Макарцева, заслуженные учителя школы РСФСР Валентина Макаревич и Тамара Медведева, основатель больницы имени Ухтомского, заслуженный врач РСФСР Анна Грамолина, краевед Александр Белов. На третьем участке захоронен и Михаил Митрофанов. Убираем могилы, те, которые у людей не осталось родственников, но которые должны оставаться в нашей памяти, как вот Попов Спиридон Павлович, Митрофанов, это и герой Великой Отечественной войны, и афганцы, и лётчики. Память о Митрофанове бережно хранят в Люберецком краеведческом музее и 11-й школе, где долгие годы работала пионерская дружина, носившая его имя. Герои бессмертны, пока помнят их имена. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Лучший подарок тот, который можно съесть. А если это эксклюзивный шоколад в оригинальной упаковке, то такой сувенир точно придётся по душе каждому. Уже более 20 лет в Люберцах работает кондитерская фабрика, которая производит под заказ сладкие подарки, шоколадные плитки, конфеты и наборы. На предприятии побывали мои коллеги. Это помещение сотрудники фабрики называют самым вкусным. Партию уже готовой продукции скоро отправят на упаковку. Повсюду витает запах шоколада. Его здесь делают на любой вкус. Внутри начинка марципан. Но марципан – это смесь орехов и сахара. У нас три вида шоколада. Это молочный, десертный и горький. И это сейчас у нас горький шоколад. До этого мы заливали тоже с такой же начинкой. Молочный и десертный. Конфеты и шоколадные плитки – ручной работы. Весь процесс производства от обработки какао до создания упаковки происходит здесь. Над разработкой тематических логотипов и рисунков работает команда креативных дизайнеров. Продукция абсолютно везде продается. В аэропортах, в зонах дьюти-фри, во всех городах, в сувенирных магазинах. Конечно же, на каждом столе этот шоколад присутствует. И нам очень приятно, что это предприятие с такой уже достаточно серьезной историей. Мы как город, который за каждого инвестора борется. И мы говорим о том, что Люберцы – территория для инвесторов. Мы, конечно же, всегда будем поддерживать любое предприятие. Основной покупатель этой продукции – туристы, которые посещают российские города. Поэтому шоколад, сделанный в Люберцах, можно встретить в разных уголках мира. Кроме того, у нас большое количество и госструктур, и частных структур. Потому что еще одно из наших направлений – это корпоративные продукты. Здесь представлена какая-то часть, кому мы когда-то делали. У нас есть два поставщика сырья все эти годы. Один из них – это бельгийская компания, у которой один из заводов находится в России. И плюс у нас еще одна российская компания, производство которых сырья находится частично в Нижнем Новгороде, частично в Калининграде. На шоколадной фабрике работает более 50 человек. В основном – жители городского округа Люберцы. В сентябре этому предприятию исполнится 22 года. В Котельническом проезде 8 лет находится музей спички. Здесь хранится одна из самых больших коллекций России. Коллекция частная, случайный человек сюда не попадет. Но самые редкие экземпляры Люберецкого музея экспонируются на российских и международных выставках. Богдан Семенок коллекционирует спичечные коробки больше 15 лет. В его музее можно увидеть редкие экземпляры, выпущенные еще во времена Российской империи и годы Великой Отечественной войны. По словам филуминиста, каждый набор несет в себе информацию. Первый полет человека в космос, Олимпиада-80, Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, столетие со дня рождения Евгения Вахтангова. У меня есть коллекционная мечта – собрать все наборы Советского Союза. По моим подсчетам, их было издано порядка двух с половиной тысяч экспонатов. Около двух тысяч из них уже находятся в Люберецком музее. Богдан Семенок не только формирует свою коллекцию, но и работает над созданием новых спичечных наборов. Продолжить традиции и постараться выпускать наборы спичек к важным событиям и мероприятиям в нашей стране. У нас их не так много, но мы каждым из этих проектов гордимся. В 2017 году Богдан Александрович выпустил набор, посвященный 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В 2018-м – чемпионату мира по футболу. Теперь разработал несколько вариантов оформления коробков к 400-летию Люберец. Варианты обсудил с главой округа. Уходим в ретро-перспективу, или же делаем что-то более современное, или уже в рабочем режиме. А мы можем сделать один набор ретро, другой – современный, чтобы было-стало, как сейчас модно говорить. Сувенирный набор к юбилею Люберец будет выпущен в сентябре. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Центр продюсирования «Медиаэффект» завершил курс «Путеводитель в медиаиндустрии». О том, как, сколько времени, а главное, с какой целью приходят школьники в этот центр, расскажем в нашем следующем сюжете. Горячие глаза и неподдельный интерес у всех, кто решил записаться на курс «Путеводитель по медиаиндустрии». И это был действительно «Путеводитель», потому что разобраться в многообразии профессий медиасферы самостоятельно очень сложно. Эти курсы очень помогают на самом деле, потому что есть такая информация, которую мы не можем найти в интернете, а которая разрабатывается или уже только на практике. На курсах я узнал вообще очень много нового. Узнал, как все создание проекта какого-то либо творческого, либо интервью, будто это. Также познакомился с местами съемок. Очень многое. Каждое занятие – изучение отдельной профессии. Вчера ты блогер и ведущий, сегодня корреспондент и оператор, завтра программный директор и маркетолог. И это не просто теория. Основной упор на практические занятия. Да и в творческом подходе нет ограничений. Зато профессиональный совет и помощь всегда рядом. То, что отличает каждую программу, это как раз сами продукты, которые делают дети, то есть выпускные их работы. Им дается полное право выбирать то, что они хотят снимать, как хотят снимать, в каком формате. Получается такой вот результат, они что-то корректируют, переделывают. Но в итоге все равно эту работу делают, и она индивидуальная. И они всегда, эти работы разные. Вроде бы занятия, но в то же время встреча со звездами телеэкрана. Слушатели стали участниками ток-шоу на федеральном канале. И смогли увидеть телевизионную кухню большего масштаба. Для них это погружение в настоящую медиасферу, вовнутрь производства. А для нас это такой бальзам на душу, что мы действительно готовим настоящих выпускников, которые точно могут после наших курсов понимать, насколько им важно и нужно сориентироваться именно по профориентации на нашу телевизионную профессию. У этих ребят двухмесячный курс-путеводитель по медиаиндустрии уже позади. Сегодня они получают сертификаты об его окончании. Теперь они с уверенностью могут выбрать будущую профессию, поступать в профильные старшие классы и вузы. На базе пятой гимназии появился спортивный манеж. Это уже третий подобный объект, открытый в рамках муниципальной программы «Спорт». Подобное сооружение есть в школе номер 21 и в 42-м лицее. Дети уже успели опробовать в деле новый манеж и поделиться с нашей съемочной группой впечатлениями. Строительство этого манежа началось в конце октября прошлого года. И вот его двери уже открыты для занятий спортом и физической культурой. Здесь могут оттачивать свое мастерство баскетболисты, волейболисты и гимнастки. Для тренировок и проведения соревнований все есть. Нам очень нравится. Нам кажется, что город любит развиваться. Очень классно. Очень полезно для подростков. Я планирую всегда приходить и заниматься в любом, чтобы стать хорошей спортсменкой. Классный манеж. Хороший паркет, хорошие кольца. Мне тут все нравится. Площадь физкультурно-оздоровительного комплекса 800 квадратных метров. Внутренняя инфраструктура манежа является общепринятой для всероссийских и мировых стандартов. В этом году это уже второй объект. Первый мы открывали в марте этого года. Это объект, который был представлен губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву. Андрей Юрьевич нас поддерживает как округ по всем нашим проектам – спортивным, образовательным, социальным. У нас в этом году будет открыто еще два таких же спортивных комплекса. И все они открываются на территориях школ. А все такой большой дружной компании нашей. Гимназия номер 5. Мы хотим поблагодарить за такой подарок. Наша гимназия растет. Количество детей у нас увеличивается. Уже почти год у нас есть дошкольное отделение. Мы не ограничимся только проводить здесь уроки. Обязательно будут здесь проходить интересные спортивные мероприятия. С открытием нового объекта поздравили также творческие коллективы городского округа. Воспитанники комплекса и спортивной школы Олимпийского резерва выступили с показательными номерами. Сразу после того, как глава округа забросил мяч в баскетбольное кольцо, в новом манеже начались первые тренировки. В округе открыли еще один универсальный стадион. Спортивный объект построили на территории 28-й школы в Кореневе. Это долгожданный подарок для учеников и жителей микрорайона. На спортивном празднике побывали и мы. Многофункциональный спортивный комплекс с мини-футбольным полем и легкоатлетическим ядром на территории школы номер 28, бывшей 59-й, построили в рамках реализации регионального проекта «Открытый стадион». Обустроили беговую дорожку, ямы для прыжков в длину, зону воркаута с тренажерами для упражнений на разные группы мышц. Нам очень понравился стадион. Каждый день будем приходить сюда, заниматься после уроков. Вадим Драгушан – гордость школы. В конце мая восьмиклассник стал победителем первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров. Теперь готовится к первенству Европы, которая пройдет в Венгрии. Новый спортивный объект на территории родной школы тоже оценил. Построили такой хороший стадион для развития спорта в Люберцах. Очень рад, буду заниматься. Заниматься физкультурой на свежем воздухе – это очень полезно и круто. Зданию нашему в этом году 55 лет. Стадиона здесь никогда не было. Это первый такой спортивный массовый объект, который построен не только для учащихся нашей школы, но и для жителей. Так как у нас очень активный район, занятия спортом здесь на первом месте. На спортивный праздник в Коренёво приехал глава округа. Теперь можно заниматься спортом на качественном покрытии, хороших тренажёров и фактически круглые сутки. Поздравляю всех с открытием стадиона. Всем здоровья, благополучия. Это 21-й стадион на территории Люберецких школ, который с 6 утра до 22 часов открыт для всех желающих. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова